Целый калейдоскоп мероприятий, посвященный Дню российской науки, подготовили для своих учеников сотрудники Центра образования. Эта молодая школа существует только второй год, учатся в ней малыши первой и второй классы. И тем не менее, невзирая на столь юный возраст, ребята уже много знают. Для нашей съемочной группы, например, стало открытием увлечения Тимофея Вецеля. На этой неделе я подготовила доклад поезда и железной дороге Маглевы. Маглевы – это поезда на магнитной подушке. Мне эта тема очень понравилась, потому что она была очень интересной. Также для ребят проводили олимпиады по русскому языку и математике, различные внеурочные занятия. Придумывали театрализованные задачи ребусы. С помощью нового автогородка знакомили малышей с правилами дорожного движения. Рассказывали интересные исторические факты. Неделя науки запомнилась каждому ученику. Я узнал, что раньше было мало книг, что их могли содержать только богатые люди и те, кто ее написали. На этой неделе я научилась плавать, и у нас были две олимпиады по русскому и математике. И, конечно, не могли обойти вниманием историю советского атомного проекта. Ребятам рассказали о том, как появился объект и познакомились с именами великих ученых, ковавших ядерный щит страны. Теперь для учеников Центра образования фамилии Курчатов, Негин, Харитон – это не просто название улиц, на которых они живут. Я живу на улице Зернова, названный в честь Павла Михайловича Зернова. Он первый директор ФИАЦ в НИЭФ. Под его руководством была изобретена первая атомная бомба. А еще были радиопередачи, посвященные истории праздника Дня российской науки. Выставки, Дни физкультуры, Дни литературного чтения, на которых первоклассники слушали сказы о Сарове. Следующую неделю науки планируют провести с еще большим размахом. Расширять спектр предметов однозначно, потому что и физика, и химия, и астрономия. У ребят-почемучек, вот, да, все вызывает интерес. Поэтому мы постараемся на уровне вот ребят начальной школы, такие науки тоже им преподнести, какие-то открытия для них сделать. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.